Первый крестовый поход Беседы блогера Дмитрия Пучкова и историка Клима Жукова всегда интересно смотреть и слушать Но в них есть небольшой недостаток когда речь идет об исторических событиях В видео мало визуальных планов Порой хочется не только слышать, но и видеть то, что происходило в древней эпохе Я решил разбавить беседу двух интереснейших собеседников изобразительным рядом чтобы зрителям было интереснее и познавательнее на это смотреть Ссылку на оригинальный ролик я дам в описании Если Дмитрий Юрьевич или Клим Александрович посчитаете это видео неуместным то просьба не подавать жалобу а написать мне ВКонтакте Ссылка в конце видео По первому же требованию видео будет удалено Не обязательно рассказывать про все события В конце концов крестовых походов было 9 учитывая поход Петра Пустынника и Бедноты А рыцарских 8 И еще плюс крестовые походы против эльбегойцев А еще плюс крестовые походы к нам в гости в Прибалтику И так далее И потом еще 16 века, ну 15-16 века псевдокрестовые походы Про каждый не рассказать Это слишком много Мы припадками будем Припадками, да И поэтому сейчас я хочу все-таки самый показательный Самый главный крестовый поход первый осветить Более-менее Насколько мы это сможем за один раз сделать Потом поговорить про религии Эпохи крестовых походов Что там вокруг творилось Потому что там много чего творилось Итак 1090-е годы А кстати, извини, перебью Я в этой, как ее, бегал по Франции искал Эти каталунские, каталоунские поля Они их до сих пор не нашли Нет, не нашли Нет, у нас Куликовское поле Нашли? Нашли, да, а у них нет А непонятно где, там ни одного ориентира В источниках не оставлено Ватская битва народов, но следы-то должны быть Ну я думаю, там она была примерно такая же адская, как Куликовская битва Там 6 тысяч с одной и 7 с другой А не 500 Да И все сказали, что как много Наверное, все-таки, давайте так, ну чтобы потом Стыдно перед потомками не было, скажем 500 тысяч Да Мы-то все понимаем, ну давайте 500 Они же все равно проверить не смогут Да И даже полей найти не смогут Поэтому врать можно Все что угодно Ну тут, кстати говоря, вот про крестовые походы Там тоже врут постоянно Потом у Магометана армии, которые крестоносцы лупили В хвост и в гриву поступали примерно маленькими отрядами По 100 тысяч человек Неплохо, да Я, кстати, был в храме гроба Господня С большим интересом Я, поскольку не очень погружен, так сказать, в христианскую Религию, там при входе каменная плита, на которой якобы Тело Христа лежало, за нее подержаться надо Я подержался А потом там внутри оказалось Голгофа, где крест стоял Тут я перешел на бег уже посмотреть, что это такое Сунулся в источники, оказалось, что это какая-то императрица Византийская Елена сказала, что это было примерно тут Так и было И мы построили храм Ей явилось чего-то там Видение было Да Ну или она так всем сообщила, что было им видение И немедленно построили Там такого в ходе, в том числе и крестовых походов было Очень много, потому что видение посещали всех, не стесняясь В таком количестве Там красивое это, где могила была или как это называется Я не знаю, куда Христа положили И там пещера Да Погребальная пещера А на ней построена какая-то кувуклия или как-то Кувуклия Красоты нечеловеческой Это там, где загорается во время Пасхи якобы сам Огонь Говорят, что турки, когда там турецкая империя была Потребовали показать, как он загорается сам Интересно же И запротоколировали все это дело Пришлось показать, что его зажигают, но это неважно В общем, такой красоты нечеловеческой, там все такое древнеримско-византийское Практически там свет через дырки светит, очень красивое, Но внутрь не залез, там очередь была, мне лень Стояние Ну там все, конечно, вся эта топография, она прямо Сразу говорит, что все это с евангельскими рассказами Бьется с огромным трудом, а сами евангельские рассказы Внутри себя с хронологией подлинной истории тоже Не бьются, потому что начать с того, что вся история Про распятие Христа, что там пришел злобный Понтий Пилат, сдал его потом в конце концов своим солдатикам В пыточный отряд при легионе Да, да И пыточный отряд уже все организовал как положено Это же просто невозможно, потому что в это время в Иерусалиме не было ни Понтия Пилата, ни римских солдат Ни пыточного отряда В отъезде был, да? Они просто базировались в другом месте В Иерусалиме в это время не было наместника римского Нет Как интересно А это все описание истории, прямо скажем, уже после 60-х годов нашей эры, когда после известного восстания Римляне всем наклали и сказали, что мы тут с вашей независимостью Наплакались уже, хватит Хорош Да Теперь у вас тут будет и легион, и пыточный отряд, и все как положено Все как у людей Да А ты смотрел художественный фильм Страсти Христова? Конечно смотрел Когда он там вышел уже, бог, наверное, когда смотрел Я полодеяла сжевал, даже ветеранам конвойных войск Такое смотреть невозможно, такой ужас, блин А папа римский сказал, что все так и было Точно Итак, 1990-е годы, а конкретно середина То есть храм уже был, да? Да Да И вокруг Магометане И вокруг, а еще евреи, а еще куча христиан разных типов Да еще и Магометане-то самое главное, что все Разных типов Что недопустимо В корне В корне недопустимо И папа Урбан, чтобы прекратить безобразие Разброты, шатания Разброты, шатания Среди личного состава и вокруг гроба Господня Немедленно организовал такую сквозную агитацию Среди церквей, монастырей Клюнийской конгрегации Все эти, точнее не все эти, а кое-какие герои крестовых Походов умудрились, несмотря на то, что все были добрые Католики, даже окрестности самого Клюнийского монастыря Разорить Не могу смотреть на ваше благополучие Больно Больно смотреть И конкретно в 1095 году, вот за год до начала крестового Похода и непосредственно перед Клюрмонским собором О котором мы говорили в первый раз Он посетил, вот кого бы вы думали, я бы, честно говоря, Сначала посетил бы всех королей, которые были Ничего похожего, он вообще никакому королю не поехал Первым делом он посетил епископа Лепюи Адемара Монтейского, из Монтелемара, урожденного графа де Валентинуа Он, понятно, был младшим сыном, поэтому графа своему Показали ему фигу, а отправили на службу дорогому отечеству По духовной линии Это в северном Провансе И, опять же, мы точно не знаем, стенограмма их встречи Не сохранилась, но в силу того, что именно Адемар Его первого посетили, и именно он стал легатом При папском войске, видимо, именно о чем-то таком Они и договаривались Что еще раз показывает, что к Иклермонскому собору Папа подошел уже подготовленным Не заинтересует ли вас Да, это его вариантик А потом он посетил в замке Сен-Жиль Раймунда Или Раймунда, четвертого графа Тулузского Будущего одного из героев крестовых походов Первого крестового похода И, казалось бы, вот правильнее было бы, конечно, посетить Филиппа Первого Капитинга, короля Франции Но если вы собираетесь всех французов подпрячь под крестовый поход Так нужно к самому главному идти Тем более, что посещение Раймунда Имя было тогда 53 года Он был очень опытный дипломат, военный Посещал Иерусалим в 1071 году То есть, дорогу узнал Оно было бы оправдано, если бы, например, Филиппу Было, ну, там, 7 лет Что он решает? Понятно, что ничего Но Филиппу-то было 43 Отнюдь не 7 То есть, кажется, что этот выбор Мягко говоря, не очевиден Потому что, ну, да Мы все отлично понимаем, что это средние века Причем, там, излёт раннего средневековья Начало классического средневековья Король это вообще не правитель Франции Это очень первые среди очень равных И, в общем, нужно, конечно, обращаться к людям, которые реально что-то решают Но все-таки король это король Он просто наличием своего титула Который помазан богом Мог бы гораздо эффективнее организовать Дорогое Отечество на поход Но нет, к нему вообще не обращаются То есть, совсем Обращаются... Что-то политическое Или они сразу искали людей Которые действительно решают А вот мы сейчас Опишем пример Раймонда Тулузского Кто он, собственно, такой Вот просто приготовьтесь К нырку в волшебный мир средневековья Почему они вообще к ним обратились И вообще это пример показательный Почему? Потому что именно так решалась Политика Так решалась механика политики в средние века Через родственные связи, конечно Итак, 53 года, дяденьки Он сын Понса Тулузского А что такое Понс? Имя? Имя, да Понс, кто же граф Тулузский Его папа непосредственно И девушки по имени Альмадис де ла Марш То есть, от отца ему сразу по наследству досталась Тулуза Сама по себе И готская марка Это в Ангедоке В Южной Франции Там не очень большая территория Которая ограничилась в свое время Когда ее образовались С владениями вестготов Поэтому она, собственно, иготская марка Мать отца Бабка его непосредственно Бла девушка по имени Эмма Прованская И через бабку ему досталась часть Прованса И титул графа Прованского То есть, не весь Прованс Там параллельно с ним еще были владели Потому что Прованс территория очень большая И в это время там единый правитель существовать просто не мог Но все-таки часть Прованса у него была И титул, что важно И вот мы теперь посмотрим на семейку Понца Тулусского Первая жена у него была Некто-майора Дочь Санчо Третьего короля Наваррского Ну, в Испании понятно А третья жена Альмадис де ла Марш была вторая жена Третья жена была Дочь Рамира Первого Короля Арагона Санчо То есть, наследник Понца Он уже просто по факту того, что папа два раза был женат на испанских девушках Имел глубочайшие связи в Испании Плюс он по этим глубочайшим связям уже там воевал В 80-е годы 11 века против мавров Против арабов То есть, он имел непосредственный опыт сражения С чем-то, с чем придется столкнуться потом в Святой Земле Понятно, не совсем с тем же Но однотипные войска То есть, очень много легкой конницы А вот тут посмотрим на маму Потому что Альмадис де ла Марш была девушка Не просто непростая девушка А девушка совершенно яркой такой феодальной карьеры Потому что она до Понца уже успела побывать замужем На Гуго пятом де ла Диньяне Она была замужем за Гуго пятым де ла Диньяном Это, собственно, папа Гуго шестого де ла Диньяна Одного из героев первого крестового похода Это южная Франция Очень могущественный сеньор Ну, а потом с Гуго-то ей пришлось развестись Потому что она была его двоюродная сестра А тут как раз подоспела кривнийская реформа Которые запретили вообще все это Это слишком близкородственные связи Нельзя хотя бы на троюродной сестре Вы еще на родной женитесь, как за Рогарина Куда это годится? Собственно, именно поэтому Генрих Первый Капитинг Вынужден был жениться на Ане Ярославовне Дочке Ярослава Мудрого Потому что она совсем не ее родственник Чтобы не было никаких проблем С освещением брака У папы Об этом мы сейчас поговорим чуть-чуть Буквально чуть позже Да, и таким образом Еще один перспективный участник крестового похода Одновременно приходился Раймонду Четвертому Тулузскому Сводным братом и троюродным братом Тут же Просто по факту того, что вот такая мама была Да, ну, мама вышла замуж за Понса Тулузского И они пробыли в браке некоторое время Нарожали кучу детей И в 1053 году Был произведен пиратский налет на Нарбонну При помощи Эмира Тартоса И графа Барселоны Рамона Берингера Первого То есть, он с мусульманами вместе договорился Наретел на Нарбонну с целью эту Альманис похитить И похитил Увез ее к себе Она была не разведена Он ее выдал за себя замуж И они вместе родили четырех детей Двух мальчиков и двух девочек Дерзко Да, при том, как это умудрились сделать Учитывая, что это же не крестьянская дочка Это же, между прочим, Ого-го Это же, ну, так или иначе, имело некий отклик И оно имело некий отклик Потому что их потом всех отлучили от церкви Через некоторое время Пытались привести в чувства Да, ну, кстати говоря, это вообще никак не помогло Потому что он заставил местных попов Их расписать законным браком Четверо детей, все крещеные То, что они были реально крещены И это крещение было воспринято папским престолом Говорит о том, что потом одного из них отлучили от церкви То есть, значит, было от чего отлучать Самое главное, у него было ли два сына Берингер и Рамон II И, чтобы долго не думать, второй сын Рамон Берингер Один так, а другой и так Ну, закончила она, в общем, нехорошо Потому что ее убил пасынок Отец, прошу прощения Сын третьего мужа от первого брака Ну, понятно, она стала протаскивать своих детей А у этого самого графа Барселонского Это были дети от первой жены Естественно, чтобы вот все это Не приобрело нехороший оттенок Ее пасынок прибил Мы еще никуда не углубились Какое кубло, блин То есть, таким образом, сын Амальдиз Делямарш Вот этот Раймонд Тулусский Он просто по факту своего рождения Имел настолько плотные связи на юге Франции и в Испании Что было абсолютно понятно, что только этот человек сможет возглавить Все это огромное, очень пестрое и совершенно недружное Южно-французское ополчение Это, во-первых, а во-вторых, юг Франции Он просто из всей Франции ближе всего к цели крестового похода Поэтому договариваться нужно было, конечно же, не с королем Франции А с Раймондом IV Тулусским Тем более, если что, все потом попрутся через его земли И поэтому вот именно это крайне показательный момент На нем я остановился, именно как на примере То есть, как тогда делалась политика Имея в виду свое посольство Должен был все эти несложные родственные связи волшебного мира Средневековый держать в голове Знать сразу, к кому ехать Ну или какой-то его советник, который знал конкретные расклады Кто кому родственник, кто женат на ком В дальнейшем был Клирмонский собор Мы об этом уже сказали И вокруг этой вот клюнистской конгрегации Стал собираться круг людей, которые сказали Деус Вульд и были готовы к нападению на владение сельджуков Вместе с войсками византийского императора Алексея I Комнина Естественно, призыв был чисто религиозный Тут нужно напомнить, что то, что мы обсуждали в первой серии В первом ролике Что религиозный призыв Он, в общем, по нашим понятиям Маскировал чисто грабительские цели Но это по нашим понятиям Он его маскировал Для тех людей это шло строго параллельно То есть, причем, более того Мы сейчас не можем сказать, у кого преобладала какая задача Потому что Масса людей шла в самом деле В паломничество Отмаливать грехи Освобождать гроб Господень Ну, конечно, имея в виду, что их за такое благое дело наградят Потому что невозможно сделать столько хороших дел И чтобы тебе хотя бы в последние годы жизни От Господа Бога не отвалилась какая-нибудь премия Ну, в конце концов, это же честно заслуженная премия Да, а в чем задача-то? Если эти Магометане, они же Басурмане Церковь не сломали А там все как есть Чего они там освобождать собрались? Туда ходить нельзя было? В то же паломничество Что не так-то? Чего они туда полезли? Что хотели сделать? Потому что Вполне понятно И это первое, самое главное Это материальная причина Все рыцари Ну, естественно, в первую очередь из высшей аристократии Которые там бывали Они знали, что нет никакого единого Магометанского мира А значит Отнять можно Не-не-не Я видел Что у них там Творится ровно Симметрично то же самое Что творится в родной Франции То есть Все режут Травят Интригуют Никто ни с кем не может договориться И это все еще главное Приправлено Густой Религиозной Ненавистью Как говорил дедушка Пендальф Идет нормальная Терриализованная жизнь Да Потому что Приехав в родную Францию Ну, конечно Увидев кучу сволочей Своих родственников Друзей Коллег по опасному бизнесу Раймонд Тулузский Понимал, что они все католики И у них у всех есть Высший духовный авторитет Папа Римский Когда он приехал в Иерусалим То он увидел Что, во-первых, есть суниты Сельджуки Эти суниты Хотя вроде бы они все мусульмане Вся эта гигантская сельджуковская империя Уже готова развалиться И по факту она уже развалилась Но Де Юры еще нет Да Потому что там Сельджуки это турки Да, агузы Конкретно Турки, сельджуки, агузы Потому что, да Есть, конечно, Малих Шах У них все такое И он очень авторитетный правитель Но как только он помрет Все сразу развалится Незамедлительно А на что оно развалится В каждом городе сидит свой бег Или отобег Какой-то областью управляет эмир И они по факту все Очень слабо зависят От центра А может быть Напрямую враждуют Какими-нибудь соседями И он прямо видит Как они режут друг друга Происходят настоящие Междуусобные войны Между двумя городами Вот они не поделили Какую-то там границу Между собой И все Они передрались Незамедлительно А при этом Сам огромный султанат Уже делится На центральную часть На метрополию С центром Там у них Качучая столица Исфахан Мерф Рей Короче говоря Туда в сторону Каспийского моря А тут у нас есть Румийский султанат Который вообще Он тоже сельджукский Но вообще по факту Независимый И у него очень сложные отношения С сельджукским центром Есть Канийский Никейский султанат Это только то Что находится В Малой Азии А центр уже Дробится На еще два султаната Одновременно Ну а да Они непосредственно Не граничат С будущим театром Войных действий Но все равно Единственного В них нет Силы это не придает Не придает Это большие территории Которые отваливаются От центра И внутри них Повторюсь В каждом городе Свой эмир Или отобег Который сам себе Голова И преотличника Может прямо Внутри этого Самого нового Маленького султаната Устроение гражданскую войну И не только может Но еще и устраивает И это не считается Чем-то ненормальным Да Они все вместе Собираются лупить Византийцев Потому что Землю отнять Можно только у них А у кого же еще И это конечно Такая большая Благородная цель Которая все-таки Их на какое-то время Объединяет Но Земли в Малой Азии Кончаются И после поражения При Мансикерте В 1071 году По большому счету Малой Азии Вообще вся Вот до Босфора Отваливается сельджуком А значит Новых земель Лететь больше негде И значит Нужно их брать Будут друг у друга При этом Сельджукская Военная машина Ну если Взять ее Как нечто Совокупное Сталкивается В Палестине С шиитами С фатемитским Египтом Причем Внутри шиитов Поднимает голову Движение Исмаилитов Которые тоже Шииты Тоже Считают Что Власть Праведного Халифа Должна Принадлежать Потомкам Али Зятя Пророка Но Шестой Халиф Лишил Своего сына Измаила Старшего сына Законного наследника Наследства И вот Часть людей Не согласилась С этим решением И Это было Восьмом веке С восьмого века С 765 года Стало развиваться Движение Поклонников Власти Потомков Исмаила И вот Получается Что есть С одной стороны Вроде единые суниты А с другой стороны Вроде единые шииты Но ничего подобного Во-первых Они Суниты с шиитами Насмерть Схватились Друг другом За Палестину А значит Там можно Вклиниться При этом И шииты Не смогут Организовать Какого-то Общего Единого Военного Фронта Потому что У них Внутри Не все В порядке Даже на Религиозной Почве Уж Про Сунитов Я только что Рассказал Как это все Выглядело У себя По сравнению С тем Что происходило Там Раймонд Тулусский Видел конечно Железный порядок У нас Это гораздо Лучше Все Потому что У нас Есть только Католики Как он Думал Конечно Потому что Вот вся эта Тулуза Добрые католики Тулуза Лангидо Готская марка И прочее Вот буквально Совсем скоро Станет ареной Кровавой Бегойской истории Потому что Оказывается Что Среди этих людей Была масса Не совсем Добрых католиков Просто Это до времени Никого не напрягало А скоро Напряжет Но тогда Они об этом Еще не думали То есть Была физическая Возможность Ну а дальше Я просто хочу Процитировать Великого Советского Исследователя Крестовых Походов Заборова Не будем Упрощать Историю Рыцарство Не оставалось Безразлично К религиозным Лозунгам Похода Сформулированным Папой Реальные То есть Грабительские Цели войны Большинству Феодалов Представлялись Окутанными Религиозным Покровом Воображение Синьора Спасение Христианских Святынь Символизировало Подвиг В котором Высшие Религиозные Цели Сливались С Вполне Посюсторонними Сугубо Захватническими Устремлениями Согласно Средневековым Представлениям В такой Слитности Казалось бы Несовместимых Начал В действительности Не было Никакого Противоречия Крестовый Поход Рисовался Рыцарству Продолжением Паломничеств Иначе говоря Своего рода Вооруженным Паломничеством В нем Воплощалось И самоотречение Во имя Высших целей Связанное С отказом От земных Сует И от Привычных Ценностей Ради Нейнадежнейшего Спасения Души И акт Покаяния Искупления Грехов Причем Сами Рыцари Мнили себя Именно В таких Терминах И выражают Их Самосознание Хроники И иные Святительства Современников Бедняками Христовыми Из любви К Христу Пренебрегающими Низменными Практическими Интересами Вместе С тем Христовый Поход Олицетворял И заслугу Его участников Перед Всевышним Который вознаградит Преданных Ему чат Даровав победу А с ней И добычу И богатство И земли Который Выкажет им Своё благоволение Продемонстрирует Богоизбранность Верных Готовых Положить за него Господа Живот свой Толково В общем Это Три предложения В которых В основном Выражена Идея Которая Как представляется Современным Ученым Сплеталась В основе Клюнийской Пропаганды Крестового Похода И того Отклика Которую Она находила В умах Паствы Ну и конечно Когда мы говорим О грабительских Целях Нужно тут Нам точно Понять Что Участие В крестовом Походе Для Высшей Аристократии Вот Только что Упомянутого Пять раз Раймонда Тулузского Ботфруа Из Булони Его Братьев Там Не знаю Баймунда И Танкреда Таренских Это им стоило Примерно Пяти годовых ВВП Ввеленных им территорий То есть Вот весь доход Который у них есть За пять лет Нужно было Потратить На то Чтобы просто Туда поехать Потому что Ехать-то Приходилось Не в настоящее Поломничество А везти с собой Войска Которые нужно было Безостановочно Кормить Снаряжать их Лошадьми Обеспечивать Фураж Обеспечивать Прокормом Элементарно На всем этом Огромном пути До места Нанимать корабли У итальянцев Если вы имели ввиду По морю ехать То есть Да Перспективы Гигантские Но Это же без всякой Гарантии То есть Это сейчас Кажется Доход Какого-то там Таренского Графства Господи Да его На карте Италии Можно его Ногтем Закрыть То есть Серьезная сумма Вопросов нет Она абсолютно Абсолютно Представима Но это же была не сумма денег То есть Это невозможно было Скопить в виде монет И потом потратить По дороге Это нужно было Натуральным образом Иметь коней Натуральным образом Запасать солонину То есть Это физические величины А не условные величины Ну да Конечно Деньги тоже И немаленькие Это сейчас Исходя из современных Понятий Мы можем себе представить Как можно сконцентрировать Пять Годовых ВВП Страны На одну Какую-то Цель То есть Мы Сейчас любая нормальная Большая страна Да Со скрипом Сделать такое сможет При помощи каких-то фондов Банков То есть Концентрировать Такие суммы можно Это да Сложно Но в этом нет Ничего непредставимого А этим-то парням У них не было банков У них не было Элементарных денег Это только то Что из кармана Видишь Да Это дело было Крайне сложно И конечно У них Помимо прагматического Интереса Был конечно Огромный Идеологический Заряд Об этом вообще Ни на секунду Нельзя забывать Повторюсь Эти люди Даже выше аристократии Шли рисковать Вообще всем Потому что В случае неудачи Парировать Такие убытки Было вообще невозможно Я уж молчу о том Что там можно было Элементарно Ласты склеить Ну правда Все это были Профессиональные Военные Служилые люди По отечеству Для которых Склеить ласты Героически Это была В общем Цель жизни В этом не было Ничего страшного А вот Денежки потерять Которые вообще Для дефей семьи Это Был огромный риск И конечно Тут же мы должны Очертить Круг участников Крестовых походов Потому что Есть Те Которые Постоянно на виду Это Вот Наши Любимые Угоды Вермундуа Это Танкреды Танкреды Баймун Таренский Это Бадуэн И Зен И прочие 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 Аристократии Но в силу того Что это Не просто Дворяне Войны А это Аристократы Владельцы Огромных Земельных Наделов У них Были шансы Вложить Много Средств И получить Еще больше В результате Но вместе С ними Шли Простые Рыцари Которые Возможно Владели Поместьем Там 100-200 гектар И каким-то Каменным домом Это хорошо Если каменным То есть Мелкие Землевладельцы Их Непосредственные Вассалы Вот у них Там накопить Каких-то Средств Шансов Было Гораздо Меньше И они В основном Занимались Тем Что рисковали На поле боя Во время Осад Во время Походов Во время Боевых Охранений Стычек И прочее То есть Именно Они Несли Основные Риски Как основная Главная Ударная Сила Тяжелая Конница При этом Если Товарищ Раймонд Тулусский Мог договориться С пизанцами Или с венецианцами Чтобы они Подогнали 20-30 кораблей Какого-нибудь Порту Яффа Чтобы туда Просто погрузить Награбленное И отправить Домой То Простой Рыцарь Договориться С кораблем Даже с одним Не мог Как У него Даже Приблизительно Нет средств Чтобы расплатиться С услугами Такой штуки Как корабль А то есть Что Он все Что награбил Он повезет С собой Получается А много Ты с собой Везешь Спрашивается Естественно Немного А своего Обоза Уходящего За горизонт У него Тоже нет При этом Риск Получить Стрелу В глаз Есть Как у Всех И Поэтому На всем Протяжении Крестоносной Агрессии Был Заметный Антагонизм Между Простыми Рыцарями И Тоже Рыцарями Но непростыми Это Две стороны Конфликта Третья сторона Конфликта Одновременно Участник Данного мероприятия Это просто Обычные Рядовые Граждане Сейчас мы Скажем Как это было И во что Это вылилось В итоге Но Это Зачастую Люди были Вообще Не военные То есть Была масса Людей Которые Просто Поперлись За крестоносным Войском Взяв Дубину Какую-то Или даже Не взяв Ее То есть Это были Просто Паломники Которые Потом Применялись В качестве Тяголовой силы В качестве Саперов В качестве Рыльщиков Рыльщиков Разрывателей Канав Зарыватели Канав Саперы Да Вместо Лошадей И булов Об этом Например Раймонд Анжильский Пишет Это Хроникер Который Обслуживал Интересы Раймонда Тулузского То что Просто Ослы Лошади Пали Вот На этих Людей Можно было Просто Погрузить Вещь Чтобы Тащили Вот Пожалуйста Естественно Да Там Конечно Были И военные Которые В силу Того Что Не были Аристократы Они В общем Классовым Образом Были Солидарны С этой Беднотой И вот Это Была Другая Страна Конфликта Их Было Большинство Естественно Причем Неимоверное Большинство Которые Со Своей Стороны Влияли В том Числе И на Политику Крестового Похода И на То Как Это Все Происходило При том Что Именно Вот Эта Часть Вот Она Была Максимально Заражена Чисто Религиозными Идеями Без Серьезного Налета Прагматики Потом Это Скажется Причем Сильному Очень Сильно Однако Если Мы Посмотрим На Классическую Советскую Стореографию Этих Процессов Случайно Может Сложиться Такое Впечатление Что Рыцари Были Плохие Грабители Убийцы А эти Были Хорошие Потому Что Это Народ Да Потому Что Народ Угнетенный Естественно И Мы Скажем Сразу Да Эти Рыцари Были Грабители Убийцы А эти Были Угнетенный Класс Это Объективный Факт Но Когда Они Оказывались На Чужой Территории Они Все Превращались В Грабители Убийцы Причем Неважно Это Были Воины Не Воины Просто Крестьяне Которые Просто Сбежали От Своего Крепостника На Юге Франции Они Все Одинаково Превращались В Бандитов Насильников Убийц По Щелочку На что Я думаю Даже Прозорливый Урбан Второй И его Предшественник Еще более Прозорливый Папа Григорий Седьмой Не Рассчитывали Они Просто Не Знали Как Эта Клюрмонская Проповедь Отзовется По всей Европе Это Просто Удивительно Что Без Наличия Интернетов Твиттеров Фейсбуков В Процесс Массового Паломничества Оказалась Включена Такая Бешеная Территория То То есть Люди Сами Придели Собираться В этот Поход От Англии И Дании До Южной Италии Ого И никакого Интернета Вот Просто Так Из Уст В уста Методом Сарафанного Радио Из Источника Одна Бабка Сказала Люди Находящиеся В той Экономической Ситуации Повторюсь Она была Крайне Непростая Несмотря На Намечающийся Экономический Рост Конкретно В этот Момент Так Называемых Было Тощих Когда Не было Урожая Конечно Да Не по всей Европе Но Все равно Это Нанесло Чудовищный Удар По Низшему Классу Землевладельцев И Всему Классу Земледельцев То есть Крестьян Они стали Просто Сбегать Со Своих Мест Солидаризироваться С Разорившимся Низшим Рыцарством Я повторюсь Уже Наверное 20-й раз Если я говорю Рыцарство Я имею Конечно Дворянство Потому Что Все Это Не обязательно Были Именно Рыцари Это Были Просто Профессиональные Воины Может быть Не принявшие Рыцарского Посвящения Просто Потому Что У них Не было Денег На Это Слишком Дорого Но Все равно Это Потомственные Профессиональные Военные И Начинается Поход Бедноты Символом Которого Стал Пьер Амьенский Он же Пьер Отшельник Он же Пьер Пустынник Он же Пьер Пустынник И его Немецкий Друг Вальтер Галяк Я там Был Повторюсь Там ему Памятник Стоит Возле Собора На самом деле Вождей Этого Движения Было Гораздо Больше Мы Всех Перечислять Не будем Это Бессмысленно Опять же Вы можете Прочитать Избегая Вперед Это Конечно Маленький Спойлер Но Это Движение Бедноты Закончилось Страшной Катастрофой Ничем Другим Она Закончится И не Могла Вообще Во-первых Для Бедноты А во-вторых Для тех Территорий По которым Эта Беднота Прошлась Но Не нужно Думать Что Это Были Только Крестьяне Это В Поход Это Был Не Поход Это Самое Главное Это Был Не Поход Это Была Миграция Которая Представляла Как Любая Миграция Сред Разорившиеся Горожане Бедные Рыцари Те Самые Раубриттеры Рыцари Разбойники Которые Просто По зову Клюнийской Клермонской Пробоведи Все Хором Отправились В поход Настолько Гигантский Эффект Имела Та Самая Речь Урбана Второго Полностью Попавшая В цель Реалии Экономики Того Времени То есть Людям Это Было Абсолютно Понятно И абсолютно Нужно С Следствие С Идеологической Точки Зрения Они Эту Пропоть Услышали И вообще Совсем Уж Забегая Вперед Грандиозный Успех Первого Крестового Похода Это Не успех Похода Это успех Именно Миграции Потому что Это было Огромное Слитное Усилие Наверное Основной Части Западной Европы И части Северной Европы Которая Была Направлена Буквально В один Вектор Потому что Если бы Это было Не так Как Это Будет Со Остальными Крестовыми Походами Которые Были Организованы Не просто Лучше А На порядок Лучше Имелся Гигантский Закопленный Опыт Этих Транзакций Логистических От Италии Допустим До Палестины А тут же Масса Людей Просто Шла В неизвестность Не имелось Никакого Планирования Не имелось Централизованного Снабжения По-человечески Выполненного Однако Победа За победой И Результат Тот Которому Собственно И стремились Все Последующие Походы Не имели Такого Успеха Или Имели Результат С абсолютно Обратным Вектором Только Потому Что Это был Не поход Это была Миграция Потому Что Мы точно Не знаем Конечно Цифр Кто Отправился В поход Бедноты Сколько Их Было Потому Что В источниках Створка Цифр Колебрется Там Между Ста И Пятьюстами Тысячами Человек Можем Таким Успехом Сказать Что Было Пять Миллионов Мы Просто Не знаем Кто Сорвался С места Пошел То Это Конечно Фантастическая Цифра Пять Миллионов Только И сто Тысяч Она Фантастическая Но Мы Отлично Понимаем Что Это Первое Движение Это Было Массовое Движение Людей Направленное К Земле Организации Не было Это Были Просто Толпы Паломников Да Среди Них Были Вооруженные Люди Вполне Конкретно Вооруженные Которые Двинулись По суше Через Венгрию В сторону Константинополя И Первое Чем Они Занялись Это Были Еврейские Погромы Вот Незамедлительно Потому Что На Привале Возникает Беседа А Зачем Мы Идем В Святую Землю Освобождать Гроб Господень От Магометан Кстати А Как Господь В гробу Оказался Так Его же Еврея Убили Всенародным Голосованием Его же Все Вместе Евреи Его убили А Между прочим Чтобы Убить Еврея Не нужно Никуда Идти Вот Жон И Буквально Мы начнем Отмаливать Грехи Прямо Сейчас Дело Богоугодное Кстати У него Можно Что-нибудь Отнять Это Самое Главное И По Всему Маршруту Прокатывается Волна Еврейских Погромов А Уж Когда Они Доходят До Венгрии Король Коломан Имеет Ввиду Что Тут Идет Он Тоже Был В курсе Что Поломничество Рыцарей Но Вместо Поломничества Рыцарей Вдруг Появилась Натуральная Какая-то Орда Цыган Которые Пошли По его Несчастной Венгрии И там Уже Был вопрос Не еврейских Погромов А просто Погромов Более Того Ну Так как Он Не ожидал Он Не успел Это Все Проконтролировать Пришлось Собирать Срочно Войска И Все Разбегающиеся По сторонам Шайки Паломников Отлавливать И убивать Хорошее Начало Сажать В тюрьмы Загонять Обратно В общее Стадо И Сделать Все Что угодно Только Чтобы Петр Пустынник И Вальтер Галяк Ну Как Символы Увели Это Все Как Можно Быстрее В Византию Чтобы Алексей Комнин Который Вообще По мнению Коломана Венгерского Завалил Всю Кашу Разбирался А зачем Ты хотел Получи А зачем Они в Византию Шли А как же Им попасть Италия Ближе Нет А как Они Италию По морю Попадут В Святую Землю У них Кораблей Нет А венецианцы Что они Дураки Что ли Сажать Такое количество Людей На корабли Бесплатно С какого Перепуга Что их А То есть Они без денег Шли Это же Беднота Это просто Народный Поход В Соглуб Вон Там Свою Даже Нарратив Того Времени Мы Поймем Что цены На все И так Небольшие Были Уже Почти Бесплатные Кто Покупал Все это Конечно Покупали Клюнийские Монастыри В первую очередь У которых С деньгами Все было Хорошо Да По крайней Очень сильно Лучше Чем у окружающих А на Общем Демпинге Именно Клюнийская Конгрегация Невероятно Обогатилась Дальше Они еще Обогатятся Кстати Говоря Но Массовая Распродажа Земель За гроши Земель Скота Одежда Чего угодно Только чтобы Пойти в поход Короче Обрушили рынок Недвижимости И всего остального Да Это было Очень на руку Очень на руку Кое кому И вот Толпа оказалась Византией Он тоже был уверен Что к нему Нормальный рыцарь едут В войско И вот А вот Опять же Саранча Толпа Каких-то цыган Я предлагаю Не забывайте Что все они были Христиане Конечно И были озадачены Высокой духовной целью Да Да И собственно Алексей Токомнин Тоже был Озадачен Ровно тем же Озадачен Очень высокими целями Он этих людей Принялся Как можно быстрее Абсолютно бесплатно Перевозить через Босфор К чертовой матери В Малую Азию Чтобы их просто Больше никогда не видеть Это охереть Это они пешком Дошли до туда А дальше через Босфор И пешком в Палестину Да Охренеть Крепкие были Блин Сразу должен сказать Что если мы представим Себе 100 тысяч Стартовавших Те которые реально Стартовали И дошли до Венгрии Вот через Босфор Наверное Половина переправилась Потому что остальные Естественно Перемерли по дороге Или были перебиты Венграми Или перелезли друг друга Или погибли От боевого поноса То есть Вариантов тут никаких Учитывая уровень Организации Всего этого Там падеж Я думаю Приближался К 50% Без вариантов Сколько бы их Не стартовало Пришло их В два раза меньше Ну и естественно Как только они оказались На сельджукской территории Там же Это же по крайней мере Были условно-дружественные Территории Через которые Их пропускали Или пытались Просто выпереть Оттуда Только сельджуки Увидели Что им просто Пригнали Допустим 100 тысяч рабов готовых И это прекрасно И это просто Замечательно Ну там Приехала разведка Посмотрели Как-то они дошли До Никеи Постепенно Вроде крепкие еще Да Где все это Так называемое Войско Встретилось с сельджукским Войском Никеи Это где Никейские соборы Прошли Да И естественно Их в одном сражении Просто разогнали Вытоптали Перебили Частью взяли в плен Продали в рабство Но Что характерно Там от 3 до 5 тысяч человек Более-менее Организованных Отличненько Свалила И продолжила гулять Там Ожидая Подхода основных сил А сам Петр Пустынник Как-то оказался В Константинополе Опять Обратно Ну Когда резали Его Паству Он как-то оказался В Константинополе Возможно вернулся Помолиться Взаимобщее дело Да Но его это никак не коснулось Он потом дождется А остальным помогло А он да Он потом дождется Первого крестового похода И пойдет дальше Уже с основной армией Молодец Петр Вообще Голова Удивительный Дядька Просто удивительный А вот в 1096 году Начинается поход Рыцарства И мы конечно Не можем исчислить А эти Да Значит вот эти Несколько тысяч Остались И огрызались Бегали Продолжали грабить Кого-то Да И вот Собирается Аристократия В поход Собственно Поход Рыцарства То что и называется Первым крестовым походом Это была репетиция А теперь наступает Премьера Очень было бы Неплохо Почитать Сколько их было Но это Повторюсь Вообще невозможно Никак Потому что 11 век Конкретных Мобилизационных Листов у нас Не сохранилось По крайней мере В каком-то Слитном виде Есть масса Информации И можно вывести Некие рамочные Ограничения Потому что Вот например Готфрид Бульонский Вместе со своими Родственниками Из Лотарингии С ним Убыло 39 Назовемых Лордов 39 лордов То есть Те которые могли С собой какую-то Дружину провести Отличную От одного человека То есть Какой-то отряд Любой Мы не знаем Опять же Какой Потому что Сам Готфрид Бульонский Возможно Мог там И сто рыцарей Один выставить Со свитами А какой-нибудь Поп Который с ним шел Да Тоже дворянского звания Понятно Что он шел Не просто молиться Вся эта Клирикальная Часть войск Это тоже были военные Боевые мракобесы Да Да У него там Может два человека С ним идет Может три Поэтому мы вот Сейчас можем умножить 39 на 10 Например И получим 390 человек Тяжелой Кавалерии То есть понятно Рыцарей И их боевые слуги А почему на 10 А почему не на 5 Или не на 50 Да Мы просто не можем Представить себе Как это было Но Если мы Посмотрим На То Что оказалось В итоге В Иерусалиме После его взятия А Готфрид Бульонский Мы же знаем Что он станет Первым королем Иерусалима Правда Не королем А хранителем У него осталось 300 рыцарей И 2000 пехоты То есть Если опять же Принять некий коэффициент Что Просто половина По дороге вымерла И в сражениях погибла А там все было Очень непросто С этим делом То получится Что у него было 600 рыцарей И 4000 пехоты То есть он Как раз примерно Вот с этой вот суммой Ну почти в 40 лордов Вполне себе бьется Что от каждого Если 30 То 20 Человек Ну там условно говоря 15 человек С каждым примерно Шло именно рыцарей Ого де Вермондуа Это был сын Собственно Анри Первого И Анны Ярославной Киевской Брат Филиппа Младший брат короля Филиппа Второго А с ним вышло Всего 20 лордов Потому что Графство Вермондуа Это крошечное графство Оно небольшое То есть опять же Думать что с ними Там у тебя Ого де Вермондуа У него там 20 тысяч человек Нет ничего подобного 20 лордов с ним вышло Ну вот тут примерно Где-то наверное Там тысячи полторы Может быть с ним было Человек Потом Роберт Нормандский Которого звали Запросто Короткие чулки Курцхозе Это был Сын Вильгельма Завоевателя Брат Короля Англии Вильгельма Рыжего Который постоянно Воевал со своим братом Вильгельмом Рыжим Имея ввиду Что Англия ему бы Вполне бы пригодилось Вот Но Как-то у него Не складывалось Никак И поэтому Он был бедный Очень Из-за этого Звали короткие чулки С ним было 30 лордов Родственники Баймунд Граф Торренто Сын Робера Грискара С ним было 43 лорда Включая его Непосредственно Родственников Братьев Это я вот Всех до кучи Считаю Кто с ним вместе Шел У итальянцев Потом Замечательное имя Баймунд Я не знаю Как правильное ударение Превратилось В Баймонте Да Баймонте Потом Из Южной Франции Глава Всего этого Южно-французского Похода Раймон Тулузский С ним 56 лордов Шло Из Франции Стефан де Блуа 19 лордов И Робер Фландерский 24 лорда Это тот самый парень Которому якобы Алексей Комлин Писал в свое время Итого Если мы почитаем Это то Что мы точно знаем Из источников Тот Кто упомянут Поименно Я их всех Поименно Сидел Считал 231 лорд Который мог Привезти с собой Дружину Ну а всякую Сволочку И считали Плюс Свен Эстрицин Датский И его Бургундская супруга Фариана Которые Привели с собой Якобы 1500 рыцарей Ну это конечно Ерунда Они скорее всего 1500 человек Вообще Всего с собой Привели А баба Зачем тащить Так баба Это наследница Бургундских земель Это просто За бабой Пришли рыцари Которые вообще-то Обязаны Выходить По феодальному Призыву Но она тоже приехала Кстати говоря Девок приехала В крестовый поход В караул С Райвоном Трус Тулс И две бабы приехала Молодец Которые Притащили с собой Своих вассалов Потому что Мужика нет А земля есть С которой Обязана служить И девки Поперлись Прямо натурально Чтобы за ним следить Самой Флориане Бургундской Было 14 лет Ее представляют Как такая Дева крестоносица Там такие Очень романтические Гравюры Как она рубится С Сельджуками Сиди на коне Я говорю 14 лет ей было Какое там Она погибла В этом походе Ее убили Собственно говоря Они попали Под раздачу Под Антиохией И Сирен Датский И Флориан Бургундский Оттуда не вернулись Вот Их Сельджук и того Полегли В боях Да Но Вот когда мы Обозначаем Это все Мы должны понять Что Это не был Нормальный Феодальный призыв Когда у тебя Есть конкретная Феодальная задача По обороне Родных рубежей Туда Из-за крайней Популярности Клюниевской проповеди Ломанулась Толпа Людей Которые Просто Вообще Не были обязаны Службы Если мы посмотрим Например На армию Того же Там англичан Какого там Лешего англичане Это делают На святое дело Идем Да Они просто Нашли приличного Человека Который им лично Понравился И к нему Присоединились И так В общем По всем Основным Персонажам Этого Христового Похода Более того У них Еще и Вассалы Друг от друга По дороге Перебегали Кто-то Кого-то Обидел Он тогда Пошел Та ей Короче Говорят Туда Пойдем Я теперь С ним Дружу Приняла Европа Потому что Это были Не только Вот эти Самые Рыцари И не только Их Лорды Это были Люди Которые Просто Отовсюду К ним Примыкали Поэтому Конечно Это не Совсем Нормальная Феодальная Армия Она была Гораздо Больше Чем Если бы Мы могли Исчислить Вассалов Конкретных Мелких Вот этих 231 Лорда И та Пехота Которая Могла Быть С ними Выставлена Плюс Повторюсь Это же Толпа Людей Которая С ними Просто Поперлась Об этом Часть Подробных Хроник Прямо Говорит Что Перед Войском И за Войском Тащилась Толпа Бедняков В надежде Да Потом Конечно Нужно Еще Упомянуть Что Это Те Кто Начали Поход А потом К ним Подходили Подкрепления Постоянные Более Того 1000 1101 Год Начинается Вторая Волна Первого Крестового Похода Иногда Вообще Ее Склонно Называть Царым Крестовым Походом Когда Все Услышали Что Сколько Они Там Подахватали Все Так Обрадовались В Европе Ну Так Что Я Лежу Дурака Валяю Или Например Штефан Деблуа Который Свалил Из Похода Испугавший Что Все Плохо Убежал В Европу Обратно Домой С криками Все Пропало Там Опомнился Снова Собрал Людей И вернулся Потому Что Он Понял Что Вроде Ничего А Чего Испугался Плюс Потом Активное Участие Приняли Люди Которые Просто Приглядывались Из Дома Что Там Получится Из Вашей Затейки Например Все Итальянцы Потому Что И Пизанцы И Венецианцы И Генуэзцы И Ломбардцы Это Те Кто Приняли Активнейшее Участие Во второй Волне Поняв Что Там Уже Нормально Разкрепились Есть Порты Можно Приплыть И Начать Грабить Порты Точно И Непосредственно В ходе Самого Крестового Похода Подкрепления Прибывали Постоянно Поэтому В общем Вычислить Сложно Но Можно А то Можно Сказать Там 40 или 50 тысяч Войска Которая Якобы Соединилась В Константинополе Не Был Даже Рядом Потому Что Вот 25 тысяч Человек Военных Включая Пехоту Конечно Это Максимум Что В принципе Можно Высчитать Это Адское Количество Для Раннего Средневекова Если Сравнить Что Англию Приехало Завоевывать Около Пяти Тысяч Человек И То Это Усилие Всей Северной Франции И Всей Нормандской Италии То Тут Больше 20 тысяч Человек Плюс Какие-то Маршевые Ускрепления Бог его знает И Абсолютно Непредсказуемое Количество Бродяг Которые Тащили С войска Мы просто Их даже Примерно Не вычислить Никак Я Стою Позволить Буду Смотреть В карту Да Потом Кто бы мог Подумать Норвежцы Предприняли Свой Крестовый Поход С Блэкджеком Зачем Даже В Палестину Да Сигурд Крестоносец Был такой Норвежский Молодец Причем Они там Отураганили Так Конкретно Норвежцы Соло Что Вообще Огонь Это же Были Натуральные Викинги Которые Только что Закончили Эпоху Викингов Не успокоились Ни разу Че тут у вас Да Вы Бедные Мореходы Севера Опять А вы Все Гляжу Живете Богато Мы Опять Бедные Мореходы Севера Там Все Наверное Просто Крестились Двумя Руками Даже Мусульмане Увидевшие Подплывающие Дракары Снова Положатся Парусами Господи Мы думали Что мы Уже Все А нет Мы Совсем Еще Не Все Словом Словом Начинается Поход Вот Готфрид Бульонский Предводитель Лотаринского Рыцарства Про него Обычно Говорят Что это Был Великий Воин Типа Гектора Или Ахилла На самом Деле Конечно Это Все Не Так Собственно Готфрид Бульонский Судя Потому Что Мы О нем Знаем Он Отличался В первую Очередь Крайне Согласательской Позиции Именно Поэтому Он Всех Устраивал Потому Что Он Не Лес Нарожен Самое Главное Конечно Лес Но Не Как Все Отнюдь Самые Бодрые Парни Раймонд Улусский Самый Богатый Из всех И Конечно Баймондо Торренский Что Характерно Когда Лотаринское Вызраст Естественно Пошло Точно Так Как Петр Через Венгрию А Там Король Каламанд Был Наготове Он Сказ Извините Пожалуйста Я Второй Раз Этого У себя На Земле Больше Видеть Не Хочу Хотите Идти Через Мои Земли Давайте Знатых Заложников Мне Идите Когда На Границ Болгарии Придете Я Всех Вам Отдам И Младший Брат Бодуэн Булонский Вынужден Было Сесть На Крытую Почетным Пленником И Только На Реке Саве Венгры Их Догнали Отдали Заложников И Таких С Богом С Богом Вая Кундиос Да А Вот Баймун Торренский Это Конечно Вообще Был Наверное Самый Ураганный Среди Всех Представленных Потому что Во-первых Да Это сын Робера Гвискара Это Еще Настоящий Викинг Фактически Про него Существует Такая Легенда Хотя Не Более Чем Легенда Чтобы Показать Как Он Лихой Пока Там Все Спорили Очередной Раз Кому Чудо Останется Рядом Стали Лошади У Коновязи И Он Так Перенежничал Что Одну Из Лошадей Дал Между глаз Кулаком И Убил Чужой Не Свою Жа Потом Извинился Заплатил Деньги Конечно Но Тем не менее Так Разнервничался Он Очень Много В 80-е Года Воевал Против Византийцев Баймунд У него Была Цель Собственное Графство На Востоке Какое-то Потому что Торренту Это Очень Маленькая Земля Прямо Скажем Там Я даже Не знаю Он Был Да Очень Лихой Но Один Из Беднейших Вообще Представителей Присолочной Братьи Через Это Такой Борзый Видимо Деньги Очень Нужны Да Причем В 1083 Году Под Ларисой Проиграл Сражение Грекам И Непосредственно Перед Христовым Походом У него Внутри Графства Случилось Восстание Он Вынужден Был осаждать Город Амальфи И Опять же Легенда Говорит Что Баймун Таренский Вообще Отправился В Христовый Поход Непосредственно Из-под Амальфи Увидим Что куда-то Французы Едут Он спросил А куда вы А мы Вот У нас Тут Христовые Походы И вообще Я с вами Все И поехал Конечно Нет Он был Заранее Осведомлен Обо всех Намерениях Бабской И Сам Амальфи При помощи Христового Похода Не то чтобы Справился Так как Был объявлен Божий мир Амальфийцам Объяснили Что лучше Пока не надо Воставать С одной С другой С другой Жители Амальфи Были очень рады Увидев Что Синьор Это Покинул Расположение Скатертью Пошел Вот С ним Его Братан В частности Поехал Из Южной Франции Раймон Тулужский Поехал В Рим Там Получил От Папы Знамя Святого Петра Лично Хоругвь Хоругвь Святого Петра И Освещаемый Хоругвью Тем более Это был Первый человек Которого Папа Римский Лично Пригласил В Крестовый Поход Еще до Клермонского Собора Он Самый Старший Из всех Он Был В самом Деле По возрасту Старше Всех Привел С собой Больше Всех Войска То есть Он Планировал Жил Больше Всех Причем Раймунд В силу Того Что У него Был Гораздо Больше Лаг Времени Он Дольше Всех Готовился К Приятию Он Был Наиболее Подготовленный Из Всех Вот Но Он Был Да Адски Опытный Да Это Был В самом Деле Очень Опытный Военный Адски Подготовленный Но Он Не Выдержал Дипломатического Напряжения Конечно Забегая Вперед Скажу То Есть Его Византийцы Прокатили Просто Вообще Жутко Потому Что Мы Никогда Не Будем Забывать Что На Противоположном Конце Плеча Находятся Византийцы Которые Очень Страдают От Сельджуков И Просто Ждут Помощь Запада Чтобы Разобраться Со Своей Сволочью Ну И Конечно Южное Французское Войско Пошло Через Альпы Через Адриатику Ну Из Северной Франции Из Средней Франции Уго Де Вермондуа Выступил Конечно Брат Ему Должен Был Сильно Помочь Потому Брат Все-таки Король Да Король Это Далеко Не Людовик Солнце Но Все равно Он Неизмеримо Богаче И Могущественнее Своего Младшего Братца И Видимо Часть Королевских Вассалов С ним Тоже Ввязалась Потому Что Сам Король Никуда Не Поехал Из Своего Иль-де-Франца Он Совершенно Почему-то Не Откликнулся На Крестовой Призыв На Кого Все Оставить Непонятно Но Уго Де Вермондуа Страшно Не Повезло Потому Что Он Должен Был Переправляться Через Море В Византию И Около Деррахи Там Где Была Битва При Деррахи Известная Флот Попал В Шторм Часть Кораблей Утонула В частности Тот Корабль На Котором Ехал Сам Угода Вермондуа И Его Выбросило На Берег И Византийцы Ну Так Ненавязчиво Взяли В плен Повезло Это Конечно Не Плен Было Названо В гостях Погости Пока Это На самом Деле Было Очень Важно Для Константинополя Почему Я Чуть Позже Скажу Им Такие Люди У себя В гостях В кавычках Были Очень Нужны Позже Всех Вырвались На Просторы Люди Роберо Короткие Штаны Из Нормандии Чулки Извините И Из Блуа Да И Конечно Роберо Фландерского То есть Северо Франции Люди Они Позже Всех Дошли До Места И Вот Они Все Стали Прибывать В Константинополь Это Была Точка Рандеву Где Все Должны Были Оказаться Но В самом деле Там Можно Было Высадиться Прямо В Палестинец Корабли Но Это Сложно Придется Прямо Сбей С Борта Десантироваться Может В среде Это Нехорошо У Тебя Своего Нет Порта Все Плохо А Через Константинополь Совсем Другое Дело А Так Как Они Стали Прибывать Под Константинополь Все Порознь Алексей Первый Комнин Начал Выдвигать Им Предложения От которых Сложно Отказаться А Именно Он Им Стал Всем По Очереди Предлагать Стать Его Вассалами Зачем Они Сейчас Потому Что Все Идут На Территорию Византийской Империи И Будут Любую Территорию Которую Они Захватят Они Сядут На Землю Византийского Императора Между Прочем Да Вы Можете И Править Но Будете Подо мной Ходить И Уделять Сколько Положено Плюс Все-таки Вассальное Клятву Это же Не На Заборе Написано Это Хоть Какая Гарантия Таким Лестным Предложением Тем Более Что Византийский Император По Меркам Всего Французского Рыцарства Это Был Что-то Какой-то Невероятный Человек Почти Бог Да По Благосостоянию И Возможностям Не Почти А Просто Бог Раймонд Улжский Который Был Самым Мощный Из Всех Он Отказался Естественно Иметь Какое-либо Дело С Пошел Просто В атаку На Византийские Войска Пришлось По нему Стрелять Из Луков И Камнеметов Со стен Выводить Варежескую Гвардию Катафрактов За стен С ним Натурально Сражаться Ну И тут Конечно Что-то До Раймунда Дошло Что Перебор Что-то Это Конечно Перебор Так Просто Не доедем Ни докуда Люди Конечно Были Совершенно Дики То Есть Византийцы Находясь у себя Дома Вынуждены Были Специально Принимать По очереди Чтобы Они Собравшись Все Вместе И Накостыляли Но Вот Даже Раймона Тулусского Привели В чувство И Он Стал В итоге Самым Верным По крайней Мере На Участке Времени Самым Верным Вассалом Алексея Первого Комнина На словах Естественно Началась Переправа Переправлялись Довольно Долго Хотя Конечно Это Более Упорядоченный Момент Чем Поход Этой Бедноты Потому что Я вообще Не представляю Себе Как Византийцы Перевозили Даже Если Их Было Там Тысяч Сорок Это Же Избавиться Видимо Да Видимо Просто В баржи Набивали И Влакали Топили На рейде Да Ну Уже Там В Византии Было Абсолютно Понятно Что Все Это Войско Вместе С Лягко Говоря Не Монолитная Сила Это Банда Точнее Много Банд Которые Пока Имеют Одну Цель Но Как Только Хотя Промежуточная Цель Будет Достигнута Они Сразу Все Передерутся Естественно Что Из этого Выйдет Поэтому Конечно Византийцы Уже Претерпевшие От Петра Пустынника Кстати Петра Пустынника Прямо Тут же Из Концентинополя Вытащили И повезли С собой Иди Иди Не ну а чего Похлопывая Скатер Крестоносцы Между прочим Они же были убеждены Что это же их Друган Да Да Вот давай-ка С нами Он сам Сомневался Ты так много И здорово Говоришь И поехали Они В Малую Азию И поехали Они В Малую Азию А вот В Малой Азии Находился Румский Султанат Где Правил Рум Это Рим Да Кылыч Арслан Ибн Сулейман Рим Они так назывались Потому что Они претендовали На все владения Византии Византия Рим И мы Рим Значит Вот Все наше Все наше При этом У византийцев Уже после битвы При Монцикерте С румским Султанатом Сложились Очень неоднозначные Отношения Потому что С одной стороны Это конечно Были враги Но Их можно было Использовать Как самую Мощную Силу В Малой Конкретно В Малой Азии На территории Современной Турции Их можно было Использовать Против всех остальных Ну Чтобы они Там подрались Пока И поэтому Идея Византийцев Была не в том Чтобы Крестерно Содрались Румским Султанатом Они должны были Обойти Но когда Крестернорцы Услышали Что им И теперь Только что Договорившись С греками Которые Вообще Не очень Католики Еще и С Магометанами Договариваться Они еще Не знали Что через год Они будут С Магометанами Договариваться Только так Вообще Они Вообще Этого не поняли И на волне Крестернорственной Риторики Они конечно Переправившись В Анатолию Они немедленно Пошли на Никею То есть На центр Румского Султаната Ну просто Потому что Это важная Оперативная База Через нее Удобнее Всего Ити А значит Нужно Захватить Все И 6 Мая 1097 Года Начали Осаждать Никею Первыми Подошли Парни Готфрида Бульонского Который Блокировал Город Севера Танкред Таренский А потом И его Брат Баймунд Который Позже Всех Наверное Выехал Из Константинополя Блокировали Город Свостока А Раймунд Толуский 16 мая Окружил Город С юга Но С трех сторон Город Всего Окружили С четвертой Не хватило То ли сил То ли Соображения Хотя Я думаю Скорее всего Сил Потому что Что там догадаться В том Чтобы Город Окружить Полностью Это же Гораздо Лучше Чем с трех сторон Да А вот Собственно Кылыч Арслан Ибн Сулейман В это Время Воевал За город Мелитену С Эмиром Хасаном Данишментом Еще одним Местным Феодалом Сельджукским Владителем То есть До Никея Было не очень далеко Но все-таки Не рядом Он быстро Прийти на выручку Не мог Он да Он стал Сворачивать Военные мероприятия И собираться обратно Но Не поспел А Вот 25 21 Прошу прощения Мая Он Выставил Некие отряды Которые Принялись Деблокировать Никею И Случилось Сражение Причем Сначала Атаковали Провансальцев Потом Уже Подошел Готфрид Бульонский Со своими Латаринцами Сражение Было Очень Кровопролитым Говорят Погибло 3000 Крестоножцев Иногда Уточняют 3000 Рыцарей Ну То есть Что вообще Невозможно Это невозможно На это Можно было В принципе Сворачиваться Вообще Я думаю Скорее всего Если и была Такая цифра Или около того Это наверное С бедняками Которых там Перетоптали Вот Которые Повторюсь Не были Профессиональными Воинами Или вообще Никакими Воинами Но так или иначе Как-то Присутствовали В лагере Вот Их да Могли Перетоптать Сельджуки Конечно Без Больших Вопросов Но Калыч Раслан Вынужден Был отступить Потому Что Несмотря На тяжелейший Поход Который Провели Крестоножцы Несмотря На то Что им Пришлось В Византии Даже Демножко Воевать Кое Кому Они Умудрились Сельджуков Отбросить А Защитникам Никея Калыч Раслан Передал Что Поступайте Как Считаете Нужным Однако Никея Это была Очень Сильная Крепость И только 19 июня Вообще После Общего Приступа Вместе С Византийскими Войсками С Византийскими Осадными Орудиями Удалось Ворваться В Никею И Взять Город Тут Конечно Надо Понимать Что Из себя Представляла Тамошняя Фортификация Совсем Недавно Это Все Были Византийские Крепости Построены На месте Римских Крепостей Укрепленные По последнему Слову Вообще Науки Техники Европейцы У себя Дома В это Время Да Немного Штурмовали Но В основном Это Были Древо Земляные Укрепления То есть Которые По сравнению С соседами Никеи Не значили Вообще Ничего У Никеи Было 300 башен Каменных Вокруг Города То есть Очень тесно Стояли Башни Это Как раз Очень Характерная Черта Позднеримской Военной Фортификации То есть Фланкировано Было Все А там Знаешь Там страшнее Какого-нибудь Донжона Из камня Один Стоит Донжоном В основном Никто Ничего И не Видел Там Лестницы Приставил Разбежался Забежал Там Эх Красота А тут Десятиметровые Стены 300 башен Все это Каменные И стреляют А еще И постреливают Что вообще Недопустимо Тут Дело Сложилось Не совсем Ожидаемо Для крестнодорцев Потому что Греки-то Уже Стояли Под стенами Части греков Войска Настоящего Большого Не было Был отряд И был Представитель Императора Который Просто Так как Город Не был Полностью Блокирован Даже Приблизительно Преотличника Снесся С комендантом Крепости И договорился Что когда Византийцы Пойдут в атаку Просто Откроют ворота И не будут Защищать стены В том месте Где они нападают И поэтому Когда крестоносцы Яростно занимались Слифтованием На стенах Над Стоделью Уже Полоскался Флаг Императора Получилось Что греки Захватили Никею А вовсе Никакие Не крестоносцы Коварно По-гречески Получилось Хитрые Ну а Килович Арслан Вообще Видимо С греками Был в прямом Сношении Потому что Это были его соседи С ними Ему Предстояло Жить Вместе А эти Придут И уйдут И лучше бы Они пришли И ушли Поэтому Он согласился Создать Город Грекам И оставить Город За греками Он наверное Подозревает Что через некоторое время Его просто отнимет Опять У нас то уже отняли Почему бы еще раз Не отнять Ну конечно Все крестоносцы Были просто Страшно Недоволены Но однако Поделать было Ничего нельзя Потому что Кто первый флаг Поставил На стенах Тот и молодец Тем более Что Алексей Первый Приказал Выдать им Сокровищницы Захваченной Золото Продовольствие Конскую Упряж Фураж И так далее То есть Обиженными Конечно Не ушли И Вот В этом месте Я так сильно Подозреваю Что Непосредственно Интерес Алексея Первого Комнина Совпадающий С интересами Крестового похода Закончились Ну потому что Он часть Малой Азии Вернул Ключевую точку Забрал Он закрепился На территории Малой Азии Тем более Что эти самые Франки Только что Разогнали Сельджукское войско Нанеся Очень немалые Потери То есть Ему то уже Все хорошо Зачем дальше Как-то лезть Ну конечно Были подписаны Некие международные договоры Поэтому Он отправил Своего Примикирия Это такой Очень высокий Воинский титул Татики Татики Очень интересный человек Мы не знаем даже Как его отчество Кто это вообще Кто была его семья Потому что Вообще-то Это был Бывший Мусульманский Сын Мусульманского Пленного В Византии Он был рабом Фактически Изначально Но поднялся Вот до Таких Стратегических Высот Его кстати Постоянно Использовали На мусульманских Театрах Военных действий Потому что Он знал язык И знал местных Он регулярно Возглавлял Каких-нибудь Туркополов Нанятых То есть Ильджуков На службе У византийцев Или печенегов Которых нанимали Византийцы Он был там За своего И вот его С отрядом Отправили Вместе с крестоносцами Чтобы он там Как-то Демонстрировал флаг И представлял Интересы императора Прислеживал За всем честным Собранием 26 июня 1097 года Крестоносцы Ушли от Никеи Двумя Маршевыми Корпусами Да Что интересно Корпуса были Очень немаленькие Это как раз Говорит о том Что их все-таки Были Десятки тысяч То есть Там может быть Не 30 Не 40 Но там 1020 25 Их наверное Было Потому что Корпуса Вынуждены были Держать друг от друга На расстоянии Суточного Перехода на лошади Чтобы они Просто не пересекались Потому что иначе Они сожрали бы Все На своем пути И стало бы Невозможно Фуржировать Данные колонны Но Калыч Арслан В это время Между прочим Помирился Со всеми Своими Феодальными Оппонентами И Преградил Путь на юго-восток Около Города Дарилея 1 июля Сельджукское войско Встретило Крестоносцев И Случилось Первое Серьезное Полевое Сражение Между Крестоносцами И Саррацинами И вот Боемун Таренский И Нормандцы Роберта Короткие Чулки Возглавили Первую Атаку И Что интересно Не прокатила Эта история Которую Турки Постоянно Проворачивали То с византийцами То с случайно Забредшими Европейцами А именно Атака Легкой конницы Потом Притворное бегство Под непрерывным Лучным обстрелом В это время Окружение Главными силами И уничтожение Разгром Почему-то Это совершенно Не прокатило То есть Это говорит о том Что люди Которые Воевали Там Это были Во многом Люди Ветераны Войн На этом Театре Военных Действий Которые Просто Точно Знали Что им Сейчас Предложат Их Было Просто Не Купить На Такую Ерунду Потому Что И Баймондо Торенский Воевал В этой Местности Он Видел Печенежских Лучников Которые Служили Византийцам Он Знал Что Будут Делать Поэтому Они Не Повелись Да Они Вели Атаку Постоянную Но Не Впускались В погоню За легкими Силами Понимая Что Их Преследовать Бесполезно Они Атаковали Оставались На месте Условно Говоря Контролируя Захваченную Территорию Отдыхали И Шли Снова В атаку Не Обращая Внимания На Ложные Атаки Которые Предпринимали Со стороны Сельджук Ну Таким Образом Добрались В конце Концов До ставки Самого Кавыча Славно А там Пришлось Выставлять Тяжелую Конницу Сельджуком А у Европейцев Тяжелая Конница Оказалась Больше И Она Оказалась Лучше И Тяжелее А тут Ко всему Прочему Подоспели Остальные Силы Которые Были Там Раймонд Лузский И Французы Уго Девермондуа И тут Папский Легат Адемар Депюи Лично Возглавил Часть Провансарских Рыцарей Которые Не Вписались В Драку Вообще Они Обошли Всю Драку С тыла И Атаковали Сельджуков Вообще С того места Где Не Ожидали Там Было Видимо Очень Немного Но Этого Хватило Что Характерно Этот Самый Епископ В первых Рядах Сражался Как Положено Он Все Таки Был Граф В Прошлом Тут Конечно Все Союзники Кылыч Арслана Принялись Разбегаться Потому Что До этого Мы Не договаривались Вроде Приехали Грабить А тут Сейчас Еще Можно По зопе Получить Нет Отставить И Разбежались Это Был Серьезнейший Разгром Сельджуков Серьезнейший То Что Подникей Разбили Да Это Было Неприятно Но Это Был Разгром Который Самое Главное Коалицию Разрушил Которую Чаруслан Сколачивал И Таким Образум Безопасность Малайзийских Границ Византии Надолго Была Обеспечена Тем Более Что Тут Стало Понятно Что Византийц Сельджукам Подпустили Такую Пилюлю Что Сейчас С этими Парнями Придется Разбираться Так Что Будет Временно Точно Не До Византии Дальше Пришлось Идти Очень Тяжело Потому Что Сельджуки Поняв Что Драться В поле Невозможно Просто Некем Все Кто Мог Разбежаться Разбежались Но Зато Они Прекрасненько Стали Вести Партизанскую Войну Во-первых Там Жарко Это Лето Лето В Малайзии Кто В Анатолии Кто Не Был Побывайте Там В общем Да Даже В аэропорт Выходишь Такое Ощущение Что Просто Попал В сауну За Хорошей Да Там Доходило До того Что Например Альберт Ахинский Рассказывал Что В телеге Приходилось Запрягать Козлов Потому Что Валы Умирали Валы Лошади Умирали Нормально Тягловые Животные Это Конечно Я подозреваю Некое Преувеличение Но Переходы Были Очень Тяжелые Мужчины Изнемогая От обильного Пота И чрезмерной Жары Еле Шли С раскрытыми Ртами И хватали Прозрачнейший Воздух Дабы Уменьшить Жажду От нее Умирали Не только Люди Но Оклевали Соколы И ловчие Птицы Составлявшие Утеху Знатных И благородных И даже Собаки Преученные Довтославному Охотничьему Искусству Подыхали Таким же Образом От мук Жажды В руках Своих Хозяев И вот 15 августа 1997 года Войско Достигла Икония Это Через Некоторое Время Будет Столица Сельджуковского Султаната Вообще Тут Долго На неделю Потому что Оазис То есть Там Можно Было Просто Отфуржироваться И отдохнуть После Чего Около Ираклия Баймунд Таренский Еще раз Разбил Сельджуков Видимо Как кого-то Из эмиров Мелких То есть Там Нет Каких-то Данных О серьезном Большом Сражении Тем более Что И не все Войско Франков Во всем Этому Участвовало Судя по всему Да Какие-то эмиры Собрались В поле За свою территорию Повоевать И Баймунд Их разбил Сельджуки Думали Что их Удастся Оттеснить В горы Тавра Чтобы они Прошли Мимо Их Территорий Но Нет Крестоносцы Пошли Там Где И собирались При Иракли Разбили И Где-то К Сентябрю На Северо-востоке Малой Азии Через Кесарию И Каману Прошли Кстати Говоря Крестоносцев Провели Византийцы Конкретно Татики Который Эти места Хорошо Знал То есть Вот тут Он им Как раз Пригодился Именно Как Проводник И специалист Местной Топографии Дальше Была Киликийская Армения И Вроде бы Она же Христианская Киликийская Армения Но Это Однако Да И более того Это же Потенциальный Союзник Потому Что Они Точно Так же Страдали От Сельджуков Но Союзник Союзником Ограбили И даже Захватили Город Тарс Из-за Чего Танкред Таренский И Баймутболонский Передрались Буквально Там Чуть до рукопашного Не дошло Дальше Так или иначе Вырвались Все-таки В Территории Которые Были Под контролем Сельджуков Которые Более-менее Нужно было Завоевывать Уже По-настоящему Собственно К цели Своего Похода Дальше Лежала Эдесса И стало Первым Государством Креционосцев Чертяносцев Которые Они отобрали Осельджуков И imagining Превратилась В их опорную Базу Кстати говоря Из-за cap Нем little Война Здесь Дальше Лежала Эдесса И Эдесса И первым государством крестьяносцев, которое они отобрали у сельджуков, и которое, собственно, и превратилось в их опорную базу. Кстати говоря, из-за меня чуть война не началась из-за Едесы. Потому, что это октябрь 1097 года, осада Едесы, это очень крупный караванный центр, который лежит несколько в сторону от дороги на Иерусалим, но, тем не менее, ее нужно было захватывать, потому, что крупный укрепленный город, из него можно было очень легко перехватить вообще все пути снабжения, которые были в тылу у паломников. Едесу осаждали долго, ничего не могли с ней поделать, потому, что, опять же, это очень мощное укрепление, долговременное каменное укрепление, но, тем не менее, взять ее удалось, и, конечно же, сразу за город все немедленно передрались, потому, что город хотел оставить себе Боэмондо Таренский. Потому, что он зачем сюда приехал? У него дома все плохо. Он при этом хорошо воюет, старается все время быть на передке, чтобы заслужить некий авторитет. Несет потери, между прочим. Но, тем не менее, удалось это дело все как-то урегулировать, и там было, собственно, основано первое эдесское графство. То есть, в этот момент гражданской войны организовать не вышло. Хотели – не получилось. Естественно, все окружающие армяне, которые имелись, сразу обратились к сельджукам с просьбой избавить их от франков, потому что оказалось, что франки гораздо хуже сельджуков. Потому, что сельджуков они тут уже давно существуют, а это непонятно кто приперлись. Естественно, при штурме города случились эксцессы некие. Ну, и все расклады коммерческие поменяются. И, конечно, только что мы тут были худо-бедно какими-то сельджуками, а теперь у нас просто все отнимут. Или они все отнимут, а часть отнимут – это тоже неприятно. С сельджуками-то уже все давно уже решено. Налажено. Налажено все. Да, Бодуэн Бульонский – это тот самый человек, который занял, в конце концов, Одессу по некому компромиссному договору. Он, конечно, организовал террор, армян страшный, потому что всю верхушку, конечно, пишут о том, что он вообще всех вырезал. Это, конечно, ерунда. Ладно, невозможно и сделать, и непонятно зачем, кто работать-то будет. А вот верхушку, да, он обнулил, судя по всему, там какие-то такие были проскрипции, как бы мы это назвали по римской традиции. Репрессии. Да. Да. И, конечно же, немедленно было с евреев, с местных, и так, контрибуция. До 60 тысяч золотых бизантов, чтобы их просто всех не убили. И вот 21 октября 1097 года основные силы крестоносцев поступили к Антиохии. Это был следующий крупный город. Сирию пришли. Да, это уже Сирия. Они вторглись в Сирию, выиграли несколько мелких стычек с сельджуками в поле, дошли до Антиохии. Это был самый главный город, который нужно было захватить по пути к Иерусалиму. И вот осада Антиохии растянулась на 7 месяцев. То есть, вообще-то, по-хорошему говоря, если бы это был просто военный поход, обычный военный поход, даже хорошо подготовленный, на этом все мероприятие бы и закончилось. То есть, даже если бы они взяли после 7-месячной осады Антиохию, напряжение военных усилий было бы такое, что дальше идти было бы бесполезно. Все на этом бы закончилось, потому что потери они понесли просто во время осады, я уверен, страшные, находясь в лагере из-за постоянных болезней. Там началась эпидемия сыпного тифа, от которого, кстати говоря, многие из очень знатных лордов померли, не говоря уж о простолюдинах, которые были там вместе, и обычных рыцарей. Тогда такое не лечилось, да? Нет, если ты получил такое заболевание, как сыпной тиф, у тебя было два варианта – ты умрешь или не умрешь? Всегда интересно, а как же народная медицина, которая безо всякой химии решала вопросы или молитва какая-нибудь? Их конкретно спасало то, что люди, которые пережили первые 10-12 лет своей жизни, как правило, обладали очень сильным иммунитетом, просто по фактору естественного отбора. Их никогда не лечили антибиотиками, не знаю, что такое прививки, но если из 10 детей двое выживало, они были все-таки несколько в среднем жизнеспособнее, чем средний обыватель сейчас. И поэтому иногда, конечно, удивительно, как они вообще переживали такого рода заболевания, и когда эти заболевания было не одно в карьере, а два-три, два-три раза болел, там, сыпной тиф, дизентерия, жив, здоров и дальше воюет, это же без единой таблетки, это говорит только о том, что очень сильный иммунитет врожденный, который достался с генами от таких же точно вручную выбранных предков. Антиохия – это мощнейшее укрепление, которое, во-первых, в очень удобном природном театре расположено, там, с одной стороны, гора находится, высотой 560 метров, на которой, собственно, забираются стены Антиохии, там же Цитадель была организована арабами уже после того, как они отняли у византийцев данное укрепление, толщина стен была такая, что по верхней боевой галереи могли ехать четыре всадника, то есть, где-то, наверное, учитывая толщину зубцов, где-то 5,5 метров толщина стены в верхней части, и 450 башен вокруг стояло, тоже, естественно, все каменные, часть города стояла, да это, конечно, на реке все располагалось, на Аронте, часть города стояла за рекой на острове, тоже была укреплена, и все это было перекрыто укрепленными каменными мостами, под которыми просто так было не проплыть, естественно, и увидев данный город, кресторосцы некоторым образом растерялись, потому что, естественно, просто взять это штурмом можно вообще даже забыть об этом, чтобы убрать это просто штурмом, нужны были серьезные осадные орудия и полная блокада, а на полную блокаду у них не хватало сил, то есть, организовать блокаду с двух сторон реки, это была просто огромная проблема, потому что нужно было бы как-то коммуницировать, а у тебя ни рации нет, ничего, т.е. что мешало гарнизону, например, разбить сначала войско, которое находится за рекой, потому что к нему не успеют прийти на помощь, а потом разобраться со всеми остальными, или не разбираться, а просто в силу того, что общий осадный корпус сильно ослаблен, просто сидеть за стенами и поплевывать на них, на всех, тем более что, опять же, всю эту армию было очень сложно снабжать, и вот 7 месяцев сидело это войско, началось, конечно, поваленное дезертирство, часть людей типа Стефана Бласкова вообще свалила из войска, сказав, что все пропало, проехали через Византию, сообщили Алексею Комнину, что там вообще финиш, там уже собирается какая-то жуткая орда сельджуков, сейчас они придут, всех убьют, город не взять, припасов нет, вы бы, кстати, помогли бы нам как-нибудь, ну, в общем-то, как хотите, я все равно домой, и все, Раймунд Тулусский постоянно посылал к Алексею Комнину послов, кстати говоря, в качестве посла использовали самых знатных, естественно, лордов, которые вообще есть, чтобы они уговорили Алексея Первого Комнина хоть как-то вспомнить о своих вассальных седериальных обещаниях, потому что где припасы, где осадные машины, где вообще все, но Алексею это уже было не совсем нужно. И, конечно же, немедленно в лагере летоносцев начались страшные раздоры, потому что кто виноват, самое главное, в сложившейся ситуации, вот кто виноват? Естественно, при этом начали делить шкуру неубитого медведя, потому что кто будет владеть этим замечательным городом, хотя речь-то была не о том, кто будет владеть, а о том, как бы ноги-то оттуда унести, по-хорошему. Но, тем не менее, туда венецианцы подвезли припасов, и прибыло некое подкрепление, т.е. небольшое, но часть войска обновилась, привезли лошадей. Сумели, кстати говоря, разбить еще раз сельджуков около Антиохии, т.е. люди, несмотря на то, что болели, голодали, страдали от холода голода, представляли из себя очень серьезную военную полевую силу в это время. Несколько раз атаковали сам город безуспешно совершенно, потому что даже после постройки осадных башен их, в общем, без проблем уничтожали, эти осадные башни, было не взять никак. При этом Раймонд Тулузский, хитрая старая сволочь, опираясь на то, что он вассал Алексея Первого Комнина, считает необходимым отдать город после взятия императору. Естественно, думая, что император назначат наместником его, но так как император очень далеко, он просто город оставит себе. Это же даже можно к гадалке не ходить, чтобы план был именно так горький. А Алексей, это Первый Комнин, должен был через статики передать некую помощь военную. И вот сейчас Раймонд Тулузский договорится с императором, возьмёт с его помощью город и оставит его себе, а остальные куда-нибудь. Потому, что я уверен, конечно, что сидя 7 месяцев под Антиохией, уже бы про Иерусалим забыли думать. Потому, что какое тут бы просто в живых бы остаться. Потому, что войско-то таяло с каждым днём. А вот гениальный совершенно Баймонд Торенский, он в это время, опять же, потому, что город целиком блокировать не получилось, совершенно спокойно сносился с людьми, которые находятся внутри. И он нашёл там армянина Фируза, который был комендантом трёх башен, соответственно, трёх стен, которые к ним примыкают, и за серьёзную взятку предложил ему пропустить его во время штурма. Ловко. Вот, нет ни одной крепости, которую можно считать неприступной, если в неё может въехать ешак, гружённый золотом. Это просто показывает на то, что вся эта мусульманская территория, она не была чисто мусульманская, она не была монолитной. Вот, пожалуйста, у вас командир стены, армянин, и он вполне не договора способен с врагом. Ну, и вот прибывшие венецианцы, всё-таки прибывшие от византийцев некое подкрепление, они построили снова осадные башни, пошли в атаку, и первым в город ворвался Баймун Таренский, потому что на его участке совершенно случайно ему никто не сопротивлялся. Как-то так получилось. Они сразу атаковали по стенам в две стороны, расширили прорыв, ворвались в город, и в конце концов в городе устояла только Цитадель, как отдельная крепость, тем более на высокой горе. Там турки заперлись и сопротивлялись ещё очень долго. И вот тут-то из Антиохии оказалось, что дальнейший марш невозможен. Да, они её захватили, но, во-первых, всё, немедленно, на этом же месте, все передрались. Потому, что вот Раймонд Тулусский думал, что это его, а Баймунт Таренский, вот он же, между прочим, на этот раз первый ворвался-то в город, вот в прошлый раз-то нехорошо с Никеи вышло, а теперь-то он конкретно первый, как византийцы раньше, договорился с местными, он первый оказался в городе, и он вообще контролирует три четверти города, потому что, это ж всё моё, но войск-то больше у Раймонда Тулусского, и он сам богаче, и он старше, и он, апеллируя к легитимности бизантийского императора и апеллируя к вассальной присяге, требует отдать город бизантийцам. И всё, войско встало, они не могут двинуться из Антиохии. Во-первых, там всё-таки серьёзный город, т.е. там можно отдохнуть, есть что пограбить. В конце концов, между собой вопросы как-то решить, понять вообще Алексей Комнин, он что-то думает делать или ничего не думает делать, и вот тут выяснилось, что он ничего не думает делать, потому что Татикий уехал к императору и не вернулся, и вот тут Раймону Тулусскому вспомнили всё. Т.е. это натуральное предательство, а ты, гад, пособник предателя таким образом получаешься, т.е. их сеньор, византийский император, их предал, а ты же его друган, и ты, между прочим, за него топил, такая сволочь. И у него сразу, конечно, авторитет упал ниже всяких плентусов, и Баймон Таренский вроде как в городе утвердился. Ну, из Масула шёл эмир Кёрбуга. Это сельджукский эмир, очень серьёзный военачальник, который, прямо скажем, был уже не молодого возраста, прошёл огонь, воду, медные трубы, и он очень грамотно из Масула шёл. Он не просто так, а он немножко выжидал, потому что очень большое войско крестодосцев, оказавшись в городе, да, большом, но не бесконечном, оно же там сожрёт все припасы. И он, выждав, когда уже в Антиохии стали кончаться припасы, взял и сам окружил город. Таким образом, крестодосцы, только что взявшие Антиохию, вынуждены были её теперь оборонять. Толково. Да, и там снова началась эпидемия, тут же начались проблемы с продовольствием, ну, то есть, всё, что можно было сделать хорошего, эмир Кёрбога сделал, Масульский, не учёл он ровно одного, что он имел дело с настоящими религиозными фанатиками. Потому что именно в Антиохии случилось чудо-обретение копья Центуриона Лонгина, священного копья, копья судьбы. А именно, Раймонд Анжельский, как раз личный капеллан Раймонда Тулужского, чтобы, конечно же, по договорённости со своим сеньором, чтобы как-то поправить его авторитет, решил сыграть на то, что вообще люди все крайне религиозно накалённые, плюс от голода и хреновой пищи, галлюцинации – это дело элементарное. Он нашёл некоего бедного не то простого воина, не то монаха, который стал ходить всем и рассказывать, что ему пять раз подряд приснился апостол Андрей, который стал говорить, что в Антиохии в церкви Христово Петра под полом хранится копьё судьбы. Причём Андрея он описывал очень характерно, это прямо как желало. О многом говорит, что он был одет в одежду бедного пилигрима, весь ободранный, грязный, т.е. это вот то, что они постоянно видели перед собой, вот основная масса войск – это рванина эта грязная, и что апостол так страдает, как бедняки. Видимо, он очень страдает, что копьё никто не находит. Конечно, тут же на месте оказалась толпа людей, крайне прагматично настроенных, которые сказали, что слушайте, кто это сказал? А, так это капеллан нашего тулузского друга? О, так понятно, почему он это сказал. Ему же нужно как-то поправить свои дела, нет там никакого копья. Да, об этом причём пишет нормандский хронист, который, естественно, терпеть не мог тулузца, потому что он же естественно был на стороне своего товарища и родственника Боэмондо Торренского. А кого же ещё? Копьё судьбы, вот они вообще в это не верили, потому что да, все были очень религиозны, страшно религиозны, но они же были только что в Константинополе, и что они там видели в Святой Софии? Копьё судьбы! Оно уже там. Им показывали. Сертифицированное. Сертифицированное. Копьё судьбы. Ещё, между прочим, ещё одно копьё судьбы, не менее сертифицированное у императора Священной Римской империи, а то оно первого ещё было в X веке, и оно до сих пор, между прочим, там есть, в Вене хранится. Чудеса творится. Тоже сертифицированное. Оно, кстати говоря, очень классное, потому что это хорошая готская фрамея 6 века. Хорошая работа, да? Вся отделанная золотом впоследствии. Вот такая вот. Короче говоря, как видимом, два копья судьбы уже есть. Лотаринцы Готфрида Бульонского отлично знали про германское копьё. Все остальные видели в Константинополе копьё, что ещё третье копьё... Оно могло чудеса творить? А вот сейчас посмотришь, как оно могло. Ну, конечно, Тулусские-то парни историю начали, и нужно было как-то заканчивать. Было организовано вскрытие пола в церкви Священного Петра и массовые раскопки, которые возглавлял, собственно, свидетель явления. И вот раз, нашли копьё. И, конечно, говорят, так это ж оно. Так-так, и что? Вот оно, копьё. С собой принесли, видимо, да. Да, конечно, зарыли там. Опять же, у нормандцев сомнений в этом вообще не возникало. Там Робер Каенский, хронист, он просто с таким юмором описывает всю эту историю, что это натуральный анекдот. Глумится, фактически. Это просто анекдот. Но, однако, простые-то воины, они вообще про такое думать не думали. Им-то, конечно, в отличие от лордов, никто копья судьбы в Константинополе не показывал. А тут настоящее чудо. После чего... Кстати, вот замечательно, наш любимый Пётр Пустынек, он во время осады Антиохии пытался сдёрнуть. Его французы поймали и вернули обратно. Так. И вот во время осады... Куда вы, любезны? Второе осады, что вы опять в Константинополе, вам что-то... Вот там... У вас там родственники, что ли? Куда вы лезете? У меня так на масло. Его выпустили на переговоры с этим Кёрбогой, чтобы он с ним поговорил. А вот был настолько экзальтированный дядя, что он немедленно предложил ему два варианта. Или убирайся, или мы тебя победим сейчас немедленно, или принимая христианство, и тогда мы тебе отдадим Антиохию. Сильный заход. На что Кёрбога подумал и сказал... Встречное предложение. Вы или убираетесь, или все принимаете ислам, тогда я сам вам отдам Антиохию. Не договорились. Дерзко, а ты? Молодец. А чего, собственно... Я тоже так умею. После чего он не учел... Вот второй раз скажу, что он имел дело с религиозными фанатиками. Умные ребята из Нормандии и из Южной Италии не стали бегать вокруг и говорить, что копье не настоящее. Они сами-то между собой все понимали, но никому не стали об этом говорить. А все, когда это копье увидели, весь город буквально, все, от последнего бедняка, заканчивая лордами и прилатами, начали бегать по городу и кричать, что мы тут сидим. Там всего лишь сельджуки. И они просто открыли ворота и шесть отрядов вышли из города. Сельджуки были настолько уверены, что эти отощавшие люди не представляют угрозы, что они просто ждали, пока все выйдут за стены, чтобы потом никто не успел сбежать, чтобы потом их снова выковыривать не пришлось. Но ровно одна атака, которую предприняла рыцарская конница, была настолько слитной, что сельджуки даже не успели применить легкую кавалерию. Рыцарский Клин ворвался буквально в ставку самого этого эмира, им пришлось уносить ноги с огромной скоростью. И все войско, которое только что имело все шансы не просто победить, а уничтожить противника полностью, но перестало существовать вообще. Натас. То есть, его раз и нету. Вот это да. Ну, тут уверуешь ее выпало. И, собственно, за знаменем, точнее даже перед знаменем Раймунда Тулузского скакал его личный капеллан с этим копьем. И кричал с нами бог. Да. И все, конечно, будут сказать, вот, пожалуйста, чудо настоящее. Мы все должны были умереть поголовно. Однако посмотрите, что получилось. Ну, и, конечно, Раймунд Тулузский тут же сказал, а все-таки, пожалуй, я антиохейт себе заберу, потому что копье это я нашел. На что ему вполне конкретно отметили, что копье нашел не ты, а Святой Андрей. Поставили на место. Да. То есть, он вот тут тоже не понял, что... Или Петр. Андрей. Святой Андрей. Втвергистов у Петра. А. Потому что с религиозным фанатизмом шутить нельзя. Потому что все это воспринимается людьми крайне серьезно. И это видение, во-первых, было кому? Тому монаху. А не тебе. Во-вторых, то ты являлся, что ли? Нет? А, Святой Андрей являлся. Так почему ты говоришь, что ты нашел копье? Разрулили. Да. Вот так. Наконец. Боэмондо Таренский стал графом антиохийским. Связло. Да. Это после Иерусалима было, наверное, мощнейшее графство, которое вообще имело место. Он прямо тут же поправил все свои феодальные дела. Зажил. Прямо стало хорошо ему. На просторах, да? Да. На просторах. А дальше что? А дальше нужно было идти к Иерусалиму. Но после драки с сельджуками это было никак нельзя. И стали писать письмо папе Урбану второму, чтобы он лично приехал и возгравил их. Потому, что они все истощены, никуда двигаться больше не могут. Все перессорились. А вот если ты сам приедешь, вот тогда совсем другое дело. Но папа мужественно помер. И никуда не поехал. Следующий папа Пасхалей тоже никуда не поехал. Зато стали пребывать серьезные подкрепления из Европы. Потому, что все узнали о падении Антиохии сельджукской и образовании антиохийского графства. Опять же, третье копье судьбы нашли. Интересно посмотреть. Коллекция уже складывалась. Да. И туда стали прибывать подкрепления из Италии, из Франции. Вроде бы даже из Испании часть рыцарей приехала. Стали подвозить припасы. И самое главное, вот в этом месте, да, естественно, начали захватывать окружающие Антиохии у города, чтобы там укрепиться как можно плотнее. Да, и опять же, не нужно думать, что они из-за каждого снова не ссорились. Конечно, ссорились. И вот тут-то сказала свое веское слово беднота, которая поперлась вместе с войском. Потому, что на какой-то момент беднота явилась как раз ту самую церковь Святого Петра, где происходил 105-й военный совет о том, как все мы сейчас будем делить. И сказала, если мы сейчас не пойдем на Иерусалим, мы вам строим стены. Неплохо, да. Чтобы вам просто было дней, из-за чего ссориться. Кстати, чтобы вы не сомневались, работы уже начались. Вон там. С лопатами и метлами я уже договорился. Да, и оказалось, что просто в Антиохии стали разбирать стену. Простые солдаты, толпеднота, видимо, беднейшее рыцарство, примкнувшее к ним. То есть, основная масса войска. И вся эта братья вынуждена была стартовать в сторону Иерусалима. Да что ты будешь делать? То есть, вроде как и силы появились, но, опять же, войск пошло куда. Опять же, тут складывались конкретные классовые противоречия, потому что вот именно это, это были именно классовые противоречия, конечно, обернутые в религиозные одежды. Они не могли выдвинуть какой-то материалистической программы, а вот религиозные вполне могли. И, опять же, вы нас куда тащили? Вы нас в Иерусалим тащили. Почему мы сидим уже который месяц сначала вокруг Антиохии, а теперь в самой Антиохии? Мы на этом, собственно, все? Закончили? Нет? Так тогда нам нужно идти в ту сторону. И, да, опять двумя колоннами вдоль моря и вдоль гор пошли две армии, и вот тут-то сельджуки, конечно, стали им открывать ворота городов буквально все. Потому что, ну, там не было ни одного города, который пришлось бы серьезно осаждать, по-настоящему штурмовать, потому что города все были очень сильно слабее Антиохии. Если уж Антиохию взяли и под Антиохией разогнали целое войско, очень большое, в самом деле, войско, тут что делать? Нет. Все стали пропускать. И ко всему прочему, имею в виду, что Иерусалим-то в это время был захвачен египетскими фатемидами. И уже даже не сельджукскому местному населению, а сельджукским правителям было бы очень приятно, если бы из Иерусалима выгнали фатемидов. Да, но фатемиды выиграли очередной этап борьбы за Палестину, и за некоторое время до первого крестового похода заняли Иерусалим. А теперь можно было использовать франков уже не византийцам, а конкретно сельджукам, чтобы они разобрались с египтянами. Об этом, наверное, в следующий раз поговорим, потому что осада Иерусалима – это прям целая история. Согласен. И что из этого вышло? Потому что еще у нас на очереди арьергарные крестовые походы. Начало 12 века – 1100, 1101, 1105 год. Сигурд – крестоносец. Спасибо, Клим Александрович. Стараемся. А на сегодня все. Ждем штурма Иерусалима. Итак, вы прослушали и просмотрели лекцию Клима Жукова. Теперь я предлагаю вам посетить мой канал в Ютубе – Wargame.Rus. Солдатики и моделизм. Там я размещаю видео военно-исторической направленности. В своих работах я подробно разбираю экипировку, комплектование, тактику боя, армию различных эпох. Вы сможете ознакомиться с армиями Троянской и Северной войны, хетов, греков, македонцев, евреев, Рима и Карфагена. А также я делаю обзоры на книги и показываю свою коллекцию военно-исторических миниатюр. Присоединяйтесь. 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 um